У многих есть проблема, какие качества написать в своем резюме. Или же, как рассказать на собеседовании, если вас спрашивают. Например, tell about your personal qualities, ваши личные качества. Tell about your strengths, ваши сильные стороны. Или как-то иначе, tell about your strong points, tell about your pros and cons, ваши сильные и слабые стороны. Вы можете использовать следующие слова. Личные качества. Давайте посмотрим. Я их прочитаю, чтобы была правильная транскрипция. Accurate. Прилежный, педантичный. Accurate. Вообще, accurate также переводится как точный. Например, вы можете сказать accurate information, точная информация. Approachable. Отзывчивый. Также я знаю более распространенное слово. Вообще, approach – это подход. Вот да, approachable – это значит, ты умеешь найти подход. Я знаю еще слово responsive. Как бы response – ответ. Responsive – отзывчивый. Ответчивый, что ли. Approachable или responsive. Articulate – способный четко формулировать и излагать свои мысли. Articulate. Значит, мы еще раз смотрим. Произношение транскрипции accurate, approachable или responsive. Articulate – способный четко формулировать и излагать свои мысли. Это все прилагательное. Соответственно, вы говорите, допустим, I am accurate. I am articulate. Вы не можете сказать там my qualities are. Ну, хотя, в принципе, в резюме можно так написать personal qualities. И перечисляете accurate, approachable, articulate. Далее, astute – сообразительный, дальновидный. Еще astute имеет смысл проницательный. Astute. Attentive – внимательный, вежливый. Вот многим, наверное, пригодится это качество для резюме или для собеседования. So, next. Attentive – внимательный. Autonomous – независимый, самостоятельный. Accurate, approachable, articulate, astute, attentive, autonomous. Autonomous – на O – ударение. Независимый, самостоятельный. Broad-minded – имеете как бы широкие взгляды. Есть narrow-minded – это минус плохого качества. А есть broad-minded. Calm – спокойный, уравновешенный. Capable – способный, умелый. Cheerful – жизнерадостный. Так, capable, cheerful. Пожалуй, из всех вышеуказанных слов я просто повторяю, чтобы вы запомнили. Так, это такая методика. Интервальное повторение называется, когда я вам говорю одно слово много раз, и вы, наконец, запоминаете его произношение или перевод. Вот articulate часто делают ошибки. Думаю, articulate, accurate – прилежный. Это также точный, да, допустим, accurate information или accurate approach. Attentive – внимательный. Autonomous – на O – ударение. Дальше calm – спокойный. Capable – способный. Cheerful – жизнерадостный. Вообще, commit – дальше committed – это глаголы совершать. Are committed – преданные идеи, обязательные. Communicative – коммуникабельный. Confident – уверенный. Confident. Confident – уверенный. Conscientious – добросовестный, сознательный, ответственный. Conscientious – добросовестный. Можете это слово использовать, подчеркнет ваш высокий уровень языка. Conscientious. Так. Для любой профессии, пожалуй, это полезно будет. Conscientious – добросовестный. Cooperative – легко сотрудничать с другими людьми. Catchess – вежливый, воспитанный. Creative – творческий, изобретательный. Dependable – reliable – надежный, вот хорошее слово, да? Reliable – для резюме. Decisive – решительный. У меня вот недавно ученик сделал ошибку, сказал decided, но правильно, decisive – решительный. Determined – целеустремленный или решительный. Diligent – трудолюбивый, усердный, исполнительный. Eager to learn – готовый учиться новому. Тоже очень хорошая фраза. I am eager to learn. I am eager to learn. Eloquent – красноречивый, умеющий побеждать. Energetic – энергичный, активный. Energetic. Enthusiastic – полный энтузиазма, мотивированный. Flexible – умеющий приспосабливаться к новым ситуациям. Гибкий. Hardworking – трудолюбивый. Honest – честный. Imaginative – обладающий богатым воображением. Initiative – инициативный, деятельный. Inquisitive – любознательный. Insightful – проницательный. Meticulous – скрупулезный, внимательный к деталям. Но, знаете, все-таки смысл у него может быть и негативным у этого слова. Думаю, что для резюме не очень подходит. Meticulous – в смысле дотошный. Не подойдет, считаю. Open-minded – открытый всему новому. Optimistic – organized. Perceptive – умеющий убеждать. Punctual – пунктуальный, аккуратный. Quiet – спокойный. У нас было слово calm – спокойный. Self-motivated – целеустремленный, мотивированный. Thoughtful – внимательный, вдумчивый. Recital – разносторонний. Я вот открыла файлик, и я хочу с вами обсудить. Например, у вас спрашивают на собеседовании. Давайте возьмем авиационную профессию, пилот, бортпроводник. Спрашивают. What are the strengths that make you a suitable candidate? Какие сильные качества делают вас подходящим кандидатом? Что вы можете ответить? Вы можете сначала перечислить свои качества. Например, in my opinion, по моему мнению, I am. Давайте возьмем, например, for pilot, для пилота сначала. Как вы можете ответить? Ищем подходящие слова. Ну вот подойдет слово accurate, да? Accurate. Attentive – внимательный. I am accurate. Attentive. Ну что касается autonomous, пилоту важно и работать в команде, и работать on his own. Можно подчеркнуть, но можно сказать и то, и другое. Например, мы отвечаем на вопрос собеседования. Если вы пишете резюме, то вы просто перечисляете, вы не будете договорить. So, I can work – я могу работать both on my own и самостоятельно. Так, не видно вам, да? And as a part of a team. И как часть команды. I can work effectively. Допустим, я могу работать эффективно. И там, и там. Поэтому вы можете сказать I am autonomous, да? I am autonomous. Autonomous читаем. И еще раз повторяем произношение уже, наверное, третий или четвертый раз, да? Чтобы запомнить. In my opinion, I am accurate. Attentive. I can work effectively both on my own and as a part of a team. I am autonomous and a good team player. И хороший командный игрок. Team player – есть такое слово. Видите, я немножко добавила. Можно сказать so. Поэтому, если я могу работать и on my own, и самостоятельно, и as a part of my team. So, I am autonomous and a good team player. Дальше что у нас? Еще было интересное. Calm, спокойный. Capable, cheerful. Ну, в принципе, можно без жизненной радостности, да? Так, committed, communicative. Можно тоже некоммуникабельным быть. Это вот, бортпроводникам. Flight attendants – им нужно быть communicative. Так. Conscientious – добросовестный. Вот можно вот это редкое слово. Осознательно, ответственно, добросовестно использовать. I am, или можно сказать, besides, кроме того, да? Besides, I am conscientious. Читаем. Conscientious. Besides, I am conscientious. Это значит сознательный, ответственный, добросовестный. I am cooperative. Легко сотрудничаю с другими людьми. I am cooperative. Что не нужно, удалите. Что нужно, добавьте свое. Так. Так, легко сотрудничаю с людьми. Cooperative and reliable, например. И надежный. Можно даже сказать, что I like high responsibility. Люблю высокую ответственность. Responsibility. I like high responsibility. Так, что у нас еще было интересного? Determined – решительный, diligent. Eager to learn. Вот, думаю, что важно. Готовы учиться новому. Also, I am eager to learn. I think it is important for a pilot. It is important for a pilot. Так, продолжаем. По второй страничке. Energetic, flexible. Умеющий приспосабливаться к новым ситуациям. Могу приспосабливаться к различному экипажу. Круто. Time zones. Часовым поясам. Day and night shift. Дневные и ночные смены. Shifts. Смены. Это значит гибкий. Flexible. Able to adapt. Способный приспосабливаться. To different. Или способная. Так. Hard working. Вот. Можете еще какие-нибудь слова. Я, в общем, много всего пишу. Вы берите только то, что вам нужно. Morower, например. Более того. Morower. Вот у нас было besides. Где же? Вот тут. Кроме того. А есть еще morower. Более того. I am hard working. I like to work a lot. I like to work a lot. And do it with pleasure. Например, делаю это с удовольствием. With pleasure. Вот. Так, ну, воображением можно не обладать. Imagine. Может быть, honest кому-то понравится. Да, честный. Honest. Здесь буква H. Не читается, кто не знает. Honest. Так. I am honest. Honest. Meticulous. Метикулос не очень такое позитивное слово. Может означать дотошный. Лучше сказать просто attentive to details. Внимательный к деталям. Но attentive я уже написала. Хотя можно было бы там добавить attentive to details. Что еще интересного есть? Умею убеждать. Легко воспринимаю окружающих. Organized. Да, организованный, хорошее слово. Organized. Напишу I am honest and organized. In my opinion, I am accurate, attentive to details. I can work effectively both on my own and as a part of a team. So, I am autonomous. Да. Независимый, умеющий работать автономно. Autonomous, читаем. And a good team player. Besides, I am conscientious. Добросовестный. Conscientious. I am cooperative and reliable. I like higher responsibility. Может быть там, high responsibility level. Also, I am eager to learn. I think it is good, it is important for a pilot. I am flexible, able to adapt to different crew, time zones, day and night shifts. Moreover, I am hardworking. I like to work a lot and I do it with pleasure. I am honest and organized. Давайте еще что-нибудь посмотрим из того, что ниже. Ability to work efficiently both individually and in a team. Способность работать эффективно как самостоятельно, так и в команде. Ability to work under pressure. Способность работать в стрессовых ситуациях. Можете это написать, а не то, что я написала. Business communication skills. Communicative skills and social skills. Conflict management skills. Creating thinking skills. Critical thinking skills. Творческие. Критическое мышление. Conflict management skills. Может быть, I am able to work under pressure and have conflict management skills. Decision-making skills. Вот важные качества. Effective listening skills. Excellent verbal and written communication skills. Good sense of humor. Multitasking. Organizational skills. Positive attitude. Problem solving skills. Quick learning skills. Resourcefulness. Risk taking. Sales ability. Strategic thinking. Strong analytical thinking. Time management skills. И willingness to learn. Готовность обучаться. Очень много-много разных качеств. А может быть, на основе вот этой странички что-нибудь сочинить про бортпроводника. Так. So. Здесь пишу flight attendant. Бортпроводник. И что у него должно быть. Так. So. I have different skills useful for this profession. Such as. Такие как. Excellent verbal communication skills. Excellent verbal communication skills. Отличные навыки устной речи. Verbal communication skills. Умение выполнять несколько задач одновременно. Multitasking. I am multitasking. In my opinion. In my opinion. It is important. For flight attendants. Because. They have a lot of duties and responsibilities. Немного обязанностей и ответственности. They have a lot of duties and responsibilities. Умение выполнять. Multitasking. Это называется organizational skills. Организаторские способности. Positive attitude. Позитивное мышление. Problem solving skills. Умение решать проблемы. Quick learning skills. Окей. Сейчас отсюда что-нибудь используем. Так. Also. I have good organizational skills. Organizational. Там можно перечислить. Problem solving. Organizational problem solving. Quick learning. Да. Quick learning. Быстрое обучение. Тоже надо. Бортпроводником. Quick learning skills. Умение работы. Sales ability. Strategic thinking. Strong analytical time management skills. So. I developed. Например. Развела. Развиваю в себе. У меня развиты. Time management skills. Умение управлять временем. I developed. Time management. Skills. Which also make me suitable. Suitable. For. Make me a suitable candidate. Candidate. I have different skills useful for this profession, such as excellent verbal communication skills. I am multitasking. In my opinion, it is important for flight attendants. Because they have a lot of duties and responsibilities. Also, I have good organizational, problem solving, quick learning skills. I developed time management skills, which also make me a suitable candidate.